Здравствуйте, здравствуйте, мои уважаемые! И снова дождь осенний, словно соткан из моих сомнений. Целый день идет дождь. Ну, Саша говорит, что уже там кое-где начинают продавать грибы. То есть положительная черта в этом есть. Сегодня можно было бы как-то сбегать, но вы видите, дождь, дождь. Саша приехал с работы, мы едем в город. Заедем к маме, надо воду там отвезти-то. Кое-какие там вещи теплые. Ну, погода плохая. Завтра собираемся с Леной ехать, но не знаю, получится или не получится. И день села, о котором я вам говорила, тоже такая погода плохая. Целый день идет дождь. Не такой, что прямо сильно большой. Но, с другой стороны, вы видите, что у меня на огороде начинает прорастать горчица, о которой я думала, что она не сможет, не успеет. Успеет, куда она денется. Плохая погода. Хотя у погоды нет плохой погоды, как говорила, бежит, 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 бежит. Биом, 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 биом. Но я не люблю такую погоду. Лучше пусть будет пасмурно, но чтобы не было дождя. Все мокрое, холодное, неприятное. Да еду, конечно. У кого есть зонтик, хорошо. У кого есть капюшон, тоже хорошо. У меня капюшон по цвету стены, видите. А у кого ни того, ни того. А у тебя тоже есть капюшон, не обманывай. Так он протекающий. Ну ничего, мы же в машине. Ну я хитрее у меня, видишь. Я сейчас похожа на Фаину, правда? Точно. Фаина, я на тебя сейчас похожа. Ну давайте едем. Кто это тут нам пикает что-то? Одевай капюшон, у тебя есть. Да что тебе там за руль скакнуть? Кожара твоя не намочится, не переживай. Так, все, пойдемте. Посмотрите, какие лужи, ребята. Той бы горб чистый, вообще было бы шикарно. А так вот горб и никак у нас вода не уходит отсюда. Видите, мелкий-мелкий такой. Небо? Небо не собирается. То есть тучи не хотят расходиться. Мартыша то у нас, то там дома он садить. Я тут все хотела черноплодной рябиной вот этой нарвать. Но она вкусная, дуже добра. Ну настойку на ней нужно сделать. Эх, вот это помидоры. Люди посвязывали. Все, оно сейчас понамачивается. Видите, какие колюжи. Лужи. Ой. Вот так-то. Орех. Да тут ни одного орешка цыгане ходят, собирают, собирают все. Немаковые падать. То есть на велосипеде ехал. Классно. Ну это же у нас второсипедная улица, поэтому без асфальта. Антошкин караед. Ох, и караед у Антошки красивый. Такой цвет. Караед. Что ворота открыты. Виноград у людей тоже надо уже рвать, созрел. Ну, орех уже, видите, листья все желтые на орехе. Клен и орех. Самый раньше осыпаются листья. Плохо что-то. Обдувка дует. Серега заказал уже обдувки тебе и себе, Саня? Да я не знаю, сказал заказать. Да, сейчас показывал. Тут осторожно, яма справа, Саня. Мы приехали в ЦНАП. Мы вчера тут сдавали документы. До того удобно. Спасибо, кто придумал это. О, даже нотариус там он есть. Мы вчера вечером, ну в три часа приехали, сдали документы без проблем. Уже вечером позвонили, что мы можем сегодня забирать. До того быстро, все удобно. Это просто красота. Так что идем внутрь. Я уже ЦНАП показывала вам. Если вам интересно, найдите видео. Центр на Даня административных послуг. Центр по административным услугам. Знаете, здесь внутри есть такое маленькое кафе с кофе. Но тут кофе некогда пить. Вот я пришла, смотрите, ровно две минуты. Ровно две минуты. И очереди нет. И девочки так быстро работают. И там то же самое. Видите, он в белой рубашке стоит парень. Там нужно платить за услуги. Все помогают. Без проблем вообще. Очереди нету. Вот это вот так должно быть. Хорошо, мы все сделаем. Так что кофе некогда. Вот зашли и сразу выходим. Даже в очереди. Вот знаете, уже как-то обидно, чтобы в очереди даже не постоишь. То привыкли мы к очередям, а тут нет. Все, так и должно быть. Так, поехали дальше. Знаете, куда? Ой, все, Санечек, пошли, давай, бери. Торбики. Торбики. Пошли. А дошли, а дошли, не проходи. О, вообще, хоро. Подошла к дверям. Смотрите, как красиво написано. Разбудите свою совесть, откройте свои глаза. Давайте начнем жить так, как подобает людям. Не превращайте дом в Деевскую мусорку. Это у нас есть, где мусор городской, это называется Деевская гора. Отлично, если вы что-то держали. А, какая красота, да? Мама, это квашина или что за капуста? Нет, она тушила пирожки. А, пирожки. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Вот мама, то спрашивают, как там, Ирина Сергеевна. А, привет всем, всем, всем. Что ты сегодня быстро говоришь привет? Нет, Юлианович, они спали просто. У них тихий час, а мы приперлись. Так что все нормально. Я, не тихий час, а как называется? Тихий час. А, что? Тихий час, точно, тихий час. Да. Тихий час. Но я чую, что вы звоните и схватила, что... Здравствуйте. А потом это, а потом побегла до этого. Юлианочка, как джентльмен, смотрите, весь в пижаме, в полосочку, с тростью. Не показывай это. Нет, вы нормально, у вас прическа красивая. Видишь, как вы, Юлианович, он говорит, мне надо причесаться, вот ты его не показываешь. Нормально у вас прическа? Вы, наверное, спал и стоя, Юлианович. Да, чтобы прическу не помяли. Трошки засула. Ничего, а что вам делать правильно, спить на здоровье? А я думала, что погода вообще. Ну, то вы же днем виспетесь, то он не спит потом. Дивите, как клинок опадает. Лися опадает. Лучше всех, никто не завидует. Видите, какие коври красивые тут у Юлиановича сошки. Можете сдавать в музей? Музей, да? Я не знаю, куда мне их сдавать. Это натуральный ковер, между прочим. Это натуральный ковер. Да. И это натуральный ковер. Все натуральные ковер. Лисочки, мама, красивые. Ну, то что, будем мы идти, мам. А вы отдыхайте дальше. Ну, я гукаю, алло, алло, а вона не чует. Вот такой домофон. Она же не чует, она звонит. Что, опять не работает? Ну, нет, аж в конце мы почуем. Ну, ничего, не страшно. Все нормально, все хорошо. А ты жала? Жала, да, алло, алло. Так и не открывает. Вона меня не чула вообще. А, ну все, не переймайтесь. Может быть, если ты нажала на открывание? Да нет. Нет, мы раза 4-5. Я уже по телефону. Мы уже хотели идти. А Саня говорит, мы уже пошли гулять. Кажут, да нет, Юлианович не выходит. Ну, не страшно. Так что, мам, тебе большой привет от всех подписчиков. Желаю тебе здоровья, самое главное. Чтобы ты не болела вместе с Юлиановичем. Ну, Юлианович, поскольку, поскольку, узнать о тебе, конечно, как-то мама, как-то мама. Кажу по-стариковски, слава Богу. Так что? Слава Богу, ну, день лучше, день хуже, день лучше. Детя таке, оце, якби не давило, так и... Ну, ничего, так все кругом чисто. Что, вы с ней ездите вообще не готовы? Потому что у вас пустая печка, ничего не мало на печи. А у нас всегда пустая печка. А на ночь, Юлианович, ты что, я ж теперь ничего не роблю. А, то ты королева, молодец. Так, а что вы будете ездить, что у вас все пусто? Нее, чего? Мы ели, знаешь, что. У вас холодильник спрятан, да? Нее, у нас холодильник сейчас почти пустий. Да не надо, что-то я проверяю холодильники вашу, не надо. А я шучу, я просто варю, что вы пусто. Я ведь положила сюда его, а у нас еще есть он компот. Закривай, я падаю. Ну, завтра будут пирожки із капустою, сказала мама. Ага, Юлианович сказала, что горох еще с горохом. Я купила тоже горох, но что-то ничем не завезла. Я суп хотела с вами. Ну, надо суп. А у нас суп гороховый есть. Нет, спасибо, мы не хочем супа. Суп гороховый в этом магазине, маркеток, называется крупа горохова. Вон так хорошо разваривается. Да, сварим, я не спешу. А то же железный, Алла, не разваривается. Ну, и крыс, наверное, синтетичный. А я как-то подивилась, подивилась, подивилась. Вы хотите купить себе такой телефон? У вас уже один был телефон сенсорный, Юлианович. Как телевизор, один на машину лег, а второй стоит, говорит, хотите купить. А, это кредиты, да. Видите, что они рекламу смотрят, видите, да-да-да. Хочу выиграть, он говорит тогда, да? Нет, купить. Нет, он сказал, вы хотите купить, он говорит, нет, выиграть. Выиграть. Ну, и ты, чтобы я не спросил, ты хочешь купить? Так, а что ж, верно? Я когда интересуюсь, значит, это мне надо, эта вещь. Так я вам и говорю, вам кнопочные вот телефоны с такими кнопками, потому что сенсорный уже был хват, уже просто-напросто отдал ее обратно, потому что... Меня интересует, сколько он стоит. Ну, стоил он 11 с половиной тысяч, сейчас меньше. Сейчас такой модели, модели меняются, сейчас, самый лучший, конечно, сейчас вот такая модель, что 35 тысяч стоит. Уже вышла тысяча купюр. Да, уже давно вышла. А пять копеек уже ушло. Ну, то что вы переживаете, вы оставили для истории по пять копеек? Одна есть, надо выкинуть, я вчера пришла из магазина. Куда же выкинуть, нам ворот надо оставить для истории. Подивилась у этого. Ты открылась, что ли? То я открыла, чтобы воздух немножко зашел. Вон Арнаутов говорит, ты знаешь, что тысяча купюр. Я говорю, я знаю, я говорю, уже по сотни шиваю. Десять штуки будет тысяча, да. О, Господи, какая разница такая, хай порублю. Ну, ради воли ж бы количество было, да, 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 да. Ну, давайте, до свидания, помашите, все, давайте, идем дальше. До побачення. Телебачення. Сегодня мама без коронки. Чего? Без коронки без своей, как ты говоришь, как обычно. Чего я? Я губики, прощаюсь. Так мужики прощаются на Кременчуге. Ну, все, мам, тогда давай, пока, все, хорошо. Все, мы идем дальше. Так, что мы никого не... Не, мы чай не будем, мы только подели, приехали сюда, чего же мы будем ездить? Нет, все, мы же не ездили, приехали. Все, пока, до свидания. А чего это? Так вы еще сейчас до дома, чи куда? Не, нам еще надо в два места съездить. Куда-нибудь, Оксаня, скажи, он еще не спал с работы, приехав. Ну, так иди. То я думала, что ты сама будешь ехать. Не, 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 и надо, чтобы они ехали. Все, справились, это с госполкомом мы едем. Видите, как листья падают. Дождь идет такой нормальный, не сильный. Надо было сюда поворачивать, если они там налево, что ты будешь через центр ехать. Вот это наша рада сельско-кременчуцко-районная рада. Ну, какие красивые у нас клумбы. Ммм, вообще супер. А я возле госполкома спындрила. Ну, там такие большие клумбы. Вот такой цветок красивенький, смотрите. Я его поставлю в стаканчик, может, пустит корни. Такой кустовой он. Ну, вот отломала, там его миллион. Такой маленький, маленький. Я думаю, что это не страшно, правда? Пушкино, бульвар. Говорю, Саша, хочется кого-то, наверное, сказать, так поехали купим. Я говорю, куда? Вот негде, кто-то там написал мне, что вы сельпо все время рекламируете? Да никто мне деньги не будет. Что же все о себе, да о себе. У нас просто нету в Кременчуге таких больших вот гипермаркетов, гупермаркетов. Сельпо и все, и Фозия. Фозия это то же самое сельпо. Так куда же нам поехать? Сейчас поедем в новое АТБ, в черное. Вот у нас тут возле рынка открылось. Сейчас зайдем, чтобы вы не говорили, что. Я рекламирую Фозии, сельпо. Вот Челентано, видите, я думала, тут что-то другое будет. Нет, сделали ремонт, и новая Челентано будет. Вот здесь. Вот здесь.